Ну что, девчонки, сегодня решила сделать яркий макияж, наконец-то, причем не один, а сразу два. Начну я с первого макияжа, делаю подложку из помады, он будет в таких сиренево-фиолетовых тонах. Хорошо прорабатываем форму, выстраиваем, сразу на двух делаю глазку, чтобы потом было проще оформлять, затем фиксируем сухими тенями, хорошо тушуем. Далее берем розовую, прорабатываем неподвижной векой. Очевидно, это надо делать заранее, но кому как удобнее. Далее берем темно-фиолетовый цвет, выстраиваем арочку и уголочек. По нижнему веку также проходимся, выстраиваем. Пушистой кистью все тушуем, делаем плавные переходы. Затем плоской кистью оформляем межресничное пространство и еще более углубляем уголочек темно-фиолетовым либо черным цветом. Лучше начать с темно-фиолетовой, постепенно добавляем темноты, чтобы вы могли ее контролировать. Пушистой кистью все тушуем. Далее добавляем пигмент, пигмент от LAML. Все продукты, которые использовала, я напишу в инфобоксе, поэтому если интересно, они бюджетные и очень классно смотрятся. Далее черными тенями еще более углубляем уголочек и выстраиваем форму. Пушистой кистью тушуем. Классик немножко тушуем наверх, дабы его вытянуть. Добавила немного синего пигмента, чтобы добавить яркости именно на центральную часть глазика. Совсем-совсем немножко и потом уже его вбила пальчиком. Немножко потушевала границы. На верхнем и нижнем все дублирую. На видео оно не совсем видно. Но во внутренний уголочек добавила хайлайтер. Далее черным карандашом прошлась по межресничке и по слизистой. Подводка черная прорисовала стрелочку на межресничке тоненькую. Немножко вытянув хвостик, как бы продлила реснички. Затем кистью ее немного подтушевала, потому что мне больше нравится растушеванная стрелочка. Каялом коричневым прошлась по нижней слизистой. Оно визуально немножко и выделит глазик и не позволит его сильно сузить. По межресничке нижней чуть-чуть подтушевала. Еще добавила хайлайтера на центр век. Далее база. Тон. Процессы все стандартные. Консилер. Единственное, что рекомендую начинать яркие макияжи. Глаз именно с глаз. Для того, чтобы потом было проще убрать какие-то сыпучие пигменты или уже осыпавшиеся тени. После консилера еще немножко прошлась тушевочной кистью, чтобы смягчить границы. Добавила чуть больше консилера, так как фиолетовый тень немножко дает синюю под глазами. Далее начала с бронзатора. Бронзатором прошлась по скуловой зоне, чуть выше скуловой зоны. По подбородку. Затем скульптором усилила. Всю тушевку делаем наверх. Так так лицо кажется более вытянутым. Немножко корректируем носик. Я особо не трогаю нос, потому что у меня гарминка. Если его довольно сильно сузить, он наоборот кажется еще более широким за счет этой выпирающей гарминки. Румяна хайлайтер. Помада. Вообще лучше использовать карандаш. В моем случае я просто не взяла карандаш, поэтому одна помада. С выделенным контуром. А если сделать легкий картин, это будет, наверное, замечательно. Реснички. Реснички начинаем проработку от корней. Вначале хорошо прорисовываем корни ресничек, затем уже переходим к краям. Ресницы как бы тянем наверх. Затем немного припудриваемся. Делаю это позже для того, чтобы немножко у скульптора и вообще коррекция уселась с тоном. Затем пудру уже прибила. На реснички тоже немножко добавила пудру для получения эффекта накладных ресниц. Нижний обязательно тоже прокрашиваю. Так, взгляд кажется более распахнутым. Ну, собственно, вот такой макияж у меня получился. Вроде ровный. Тушевка вроде ровная. Насколько я могу судить. Довольно такой хороший вечерний макияж. Я пробовала варианты именно как раз таки вечерних макияжей, потому что нам предстоит мероприятие. Вот немножко здесь распустила волосы. Посмотреть, как оно смотрится и так, и так. В принципе, если вы любите яркость, так можно ходить каждый день. Ну, вот, собственно, сейчас я показываю второй вариант макияжа в других тонах. И немножко использую другую технику. Здесь у меня карандашная техника. Подложка полностью из карандаша. Я взяла черный. Для более мягкого перехода можно использовать коричневый. Но я хотела яркости, поэтому использовала черный. Лучше берите гелевый, потому что у меня сухие. Один у меня от Буржуа. Вот он мягкий-мягкий был, но уже немножко подсох от времени, поэтому надо заменять. Для такого лучше использовать гелевые карандаши. Они мягкие, хорошо тушуются. Они не каяла, но при этом очень мягкая тушевка у них. Каялом, опять же, коричневым я прохожусь по межресничке по слизистой верхнему и нижнему. Все еще раз подтушевываем. Затем черными тенями закрепляем карандаш. Тушую. Выстраиваю форму. Немножко осыпались тени черные. Далее коричневым проходимся по складке. И заходим на неподвижный век. Все обычно делают в обратном порядке, но мне так проще, за счет того, что у меня не особо пигментированные коричневые тени. Я могу где-то добавить, где-то убрать. Затем я зелеными тенями прохожусь по подложке, для того, чтобы сделать более болотную и более податливую под цвет. И зеленым пигментом я прохожусь по центру и по внутреннему уголку. На верхнем, на нижнем дублируем. Пальчиком наносится вообще идеально. Кистью тушуются хорошо, при этом не сыпется сильно. Смягчаем границы все вместе. Добавляем более светлый на внутренний уголок. Не хайлайтер, а именно более светлый глиттер. Пигмент, прошу прощения. Консилер. Тон я не смывала, коррекцию я не смывала, поэтому здесь нужно будет добавить именно консилер и хайлайтер, чтобы немножко выровнять и убрать лишнее. Консилер опять же чуть больше и под брови было, потому что чуть-чуть залезла темной тушевкой в ту зону, куда не надо было. Пудра, хайлайтер, тушь. Ресницы тоже были не совсем плотно хорошо смыты, поэтому чуть-чуть будут такие как подсклеенные. Но на визуальный эффект это никак не повлияло. В идеале, конечно, еще добавить накладных, но в ночи это было делать не захотелось. И помада. Тут я решила взять нюдовую розовую. Также я еще подводкой прорисовала внутренний уголочек. Это первый макияж. Вот он так смотрится. Это второй макияж. Мне больше понравился второй зеленый макияж, как смотрится, как выглядит мое лицо. В комментариях, пожалуйста, напишите, как вам, какой больше понравился макияж. Надеюсь, вам было полезно.